Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и мы начинаем знакомиться с точкой ТР4 Янчи, которая буквально переводится как лужа в скобках озера Янь. Относится к меридианам тройного обогревателя, кто внимательно уже знает и слушает наши лекции, знает как проходит данный меридиан, простирается, за что отвечает, какие функции и части тела контролирует. Но, как всегда, традиционно название точки озера Янь. Можно сразу сказать, что с озера можно что подчеркнуть водички. Водичка – источник жизни. Источник жизни можно применить ко всему воду. Вода животворит все, помните, уважаемые зрители. Вдобавок – это еще и янская вода. Она придает много янской силы. Так как меридиан тройного обогревателя относится к стихии Янь, то придает много двигательной энергии. Но помните, перевоспалять тройной обогреватель плохо. А вот когда он находится в слабости, это еще хуже для человека. Поэтому, когда вы найдете золотую серединку в тройном обогревателе, будете содержать его в норме. Почему? Потому что в старых трактатах написано «Важно знать точку ТР5». Для того, чтобы что? Содержать тройной обогреватель всегда в норме. Это важная точка. У нас есть отдельная лекция об этой точке. Так, точка ТР4 Янь Чи. Сразу же мы переходим к ее функциям. Она тонизирует, активизирует меридиан тройного обогревателя. Пожалуйста, смотрите, как простирается данный меридиан. За что он отвечает, какие функции части тела он контролирует. Потому что, когда мы тонизируем данную точку, активизируем ее, здесь мы можем сразу протонизировать и головной мозг, и спиной мозг. Здесь мы можем протонизировать и сердце, и внутренние органы, и легкие. Бронхиальное дерево, грушину, грудную, брюшную, мочеполовую систему. Все органы системы, которые находятся в этих трех частей туровища. Так называют в Восточной Медицине тройной обогреватель. Он контролирует грудную, брюшную и мочеполовую систему. И помните, уважаемый зритель, если вы очень сильно протонизируете данную точку, то тройной обогреватель может что? На своем пути активизировать все то, что спало, либо не выполняло свою функцию. Вследствие чего это может происходить болезненно. И человек будет чувствовать на себе, скажем так, дискомфорт. Потому, когда мы тонизируем данную точку, нужно человека проконсультировать, что данный меридиан будет просыпаться постепенно. И, возможно, вот такой дискомфорт, не из-за того, что это плохо, а из-за того, что оно очень много лет не работало. В данном случае меридиан тройной обогревателя. Либо меридиан тройной обогревателя был что? Воспален. Потому, уважаемый зритель, помните, тройной обогреватель нужно активизировать постепенно, аккуратно, не торопясь. Спасибо за внимание.